Добрый день, меня зовут Анна, я инструктор по фитнесу. Сегодня мы вам представим программу восстановительной гимнастики после родов. Гостями нашей программы будет Татьяна и Софья. 5,5 месяцев после родов, естественных родов, и сегодня как раз мы будем выполнять гимнастику. Первое упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это упражнение на мышцы живота. Обязательно положите малыша на живот, живот к животу, и выполняйте скручивание и вверх-выдох. 8 повторений в подходе, и таких будет достаточно 2-3 подхода. Следующее упражнение у нас с вами, это упражнение на баланс. В первую очередь укрепление мышц спины у малыша, укрепление мышц пресса у мамы. На выдохе, вверх-выдох, вдох-вниз, малыш. Выполняя это упражнение, следите обязательно, первое, за дыханием, второе, это то, что вы в домашних условиях, если у вас есть гантели, вы не берете гантели больше, чем вес вашего ребенка. И старайтесь выполнять это упражнение не больше 3-х подходов, по 8 раз будет достаточно. Следующее упражнение у нас с вами, это упражнение планка. И следите за тем, чтобы у вас не было прогибов в поясничном отделе, дышать свободно, спокойно, не задерживая дыхание. Не используйте упражнение в домашних условиях, которые на косые мышцы брюшного пресса в течение года. В данном упражнении укрепляются мышцы живота, очень хорошо восстанавливаются мышцы тазового дна. Это гимнастика не только для мамы, но и для малыша. Достаточно будет полминуты в подходе, то есть 3 подхода по полминуты. Следующее упражнение у нас приседания с опорой на мяч. Упражнение объемное. Вы приседаете с малышом. Если в случае малыш не хочет с вами заниматься в упражнении, плачет, оставляете. Если используете гантели, помните, что гантели не должны быть больше, чем вес вашего ребенка. Начинаем выполнять упражнение. Таз назад под мяч и вверх у нас выдох. Вдох, опускаемся и вверх выдох. Следите, лопатки сведены к центру позвоночника. Пресс максимально держать. Подбородок чуть-чуть повыше. И вверх выдох. Достаточно будет 3 подхода по 6 раз. Следите за тем, что если вы берете малыша в правую руку, первый подход, то второй подход вы берете в хватное положение левая рука вверху. Дышать, не задерживая дыхание. Мышцы тазового дна очень хорошо участвуют в работе. Чуть-чуть можно поиграть. Вывести ребенка вперед, но только следите за тем, чтобы у вас не было изменений в области лопаток. Следующее упражнение у нас, упражнение на восстановление мышц тазового дна. Упражнение с малышом обязательно. Поднимаем таз вверх, у нас вдох, зажали ягодицы и расслабить выдох. Вверх вдох зажать и расслабить. И заключительный раз этого упражнения достаточно будет выполнить 6 раз в подходе. Не злоупотребляйте упражнением, очень хорошо укрепляет мышцы тазового дна. И держать тоже малыша, это нагрузка на спину дополнительно. В перерыве, в перерыве мы можем взять, обхватить малыша и чуть-чуть попружинить на мяче. При этом следите, мамы, что вы держите максимально при этом упражнении мышцы и ягодиц в напряжении, чтобы исключить нагрузку коленного сустава. Здесь игровой момент для малыша, очень нравятся им эти вот упражнения пружины. Вдох и вниз, выдох. И еще раз вдох и вниз, выдох. Помните, что приступая к занятиям, обязательно проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам заниматься. Следующее упражнение, это упражнение в основном для малыша, потому что вы в домашних условиях выполняете упражнение как для мамы, так и для малышки. Вперед и вниз по мячу, да. Только аккуратно следите за движениями, потому что малыш очень активно двигается в этом возрасте. Это упражнение нужно будет выполнять всего два подхода, по два-три покачивания вперед-назад. Этого будет достаточно. Обратите внимание на маму, у мамы ровная спина, держите пресс в напряжении. Даже выполняя упражнения для малыша, вы в любом случае свою постановку ног и корпуса контролируете. Если вы проделали данный комплекс и чувствуете себе уверенность в большем результате, тогда я рекомендую вам обратиться в оздоровительный центр к специалистам. Продолжение следует...